Работа в Национальной Гвардии – это зарплата выше среднего, поддержка и льготы от государства, возможность карьерного роста и в дальнейшем более раннего выхода на пенсию по выслуге лет. На работу в Росгвардию по контракту принимают граждан, владеющих государственным языком и соответствующих базовым требованиям к физической подготовке, медицинскому и психологическому здоровью, имеющих соответствующие должности образования. Для устройства в Национальную Гвардию заявление и пакет документов подается лично начальнику воинской части, подразделения, либо воинский комиссариат. Проверки проводятся на протяжении трех месяцев, после чего принимается решение о приеме на работу. Росгвардия – это военизированное подразделение, созданное в 2016 году. Национальная Гвардия занимается охраной общественного порядка, борьбой с терроризмом, обеспечением безопасности важных лиц, грузов и объектов и прочей деятельностью в области правопорядка. На работу в Росгвардию принимают прежде всего военнослужащих, которые желают продлить предыдущий контракт. Кроме этого, отбираются кандидаты из числа срочников, которые отслужили не менее трех месяцев или имеют высшее образование, полученное до прохождения службы по призыву. Возможность устроиться на работу в Росгвардию имеют следующие лица. Это граждане в запасе, мужчины с высшим образованием, не пребывающие в запасе, женщины, не относящиеся к категории запаса. Принимаются граждане с российским гражданством в возрасте от 18 до 40 лет. Для некоторых должностей имеется возрастное ограничение в 35 лет. Основные требования выдвигаются к образованию, квалификации, к физической подготовке, психологическому и физиологическому здоровью. По уровню физической подготовки кандидат должен выполнить нормативы по быстроте, силе, выносливости не ниже оценки удовлетворительно. Самые строгие требования предъявляются к физическому и психологическому здоровью. Кандидат должен быть признан годным к военной службе, то есть соответствовать критерию категории А, либо категории Б. Если по результатам медкомиссии присвоена категория В, ограничена годен, либо Г, временно негоден, либо Д негоден, о работе в Национальной гвардии можно забыть. Основаниями для отказа являются отсутствие российского гражданства, несоответствие возраста, пребывание под следствием, отбывание наказания в виде лишения свободы в прошлом, наличие неснятой или непогашенной судимости, административное наказание за употребление психотропных или наркотических веществ, предоставление ложных сведений. Но даже если кандидат соответствует всем критериям, ему могут отказать при отсутствии соответствующей вакансии. Если претендент интересен как профессионал, личность или имеет определенные заслуги, ему могут предложить работу в другом подразделении или на другую должность. Объявление о приеме на работу в различные подразделения Национальной гвардии можно встретить на различных ресурсах. Но лучше всего ознакомиться с информацией, которая размещается на официальном сайте Росгвардии. Подавать документы необходимо лично непосредственно в воинскую часть, либо в военный комиссариат по месту прописки или месту жительства. В заявлении кандидат указывает личные данные, а это фамилия, имя, отчество, место жительства, подразделение, срок, на который заключается контракт. Кроме заявления подаются следующие документы. Оригинал и копия паспорта, собственноручно заполненная анкета, собственноручно написанная автобиография, оригинал и заверенная копия документа об образовании, военный билет, заверенная копия трудовой книжки при наличии, свидетельство о постановке на учет ФНС, декларация о доходах и имуществе своих и членов семьи, заверенные копии свидетельства о браке и рождении детей при наличии, справка с места жительства, характеристика с последнего места работы, при наличии. Претендент на работу в Росгвардию дает согласие на обработку персональных данных, на проверку предоставленных сведений, на проведение мероприятий, которые связаны с допуском к государственной тайне. Понадобятся также две фотографии 3х4 и одна фотография 9х12, на обороте которых указывается фамилия, имя, отчество претендента и дата съемки. При наличии обстоятельств, которые прямо указывают на несоответствие требованиям службы в Национальной гвардии, заявления могут вернуть в моментальном. Если кандидат соответствует первоначальным критериям, документы регистрируются и передаются на рассмотрение начальнику части. В течение месяца издаются приказы на проведение, медицинского освидетельствования, на психологический отбор, на проверку, физической подготовки. Кроме этого, проверяется информация об образовании, квалификации, наличии судимости и так далее. Одновременно издается при необходимости указание на подготовку мероприятий для оформления допуска государственной тайны. Все полученные во время проверок сведения подшиваются в личное дело. Срок проведения всех проверок может составлять до 90 дней с даты подачи заявления, в некоторых ситуациях до 120 дней. По результатам изучения документов, проведения тестирования с учетом рекомендаций комиссий, принимается решение о принятии на работу в Росгвардию. Продолжение следует...